Обильные снегопады этой зимы испытывают на прочность и жители республики, и управляющие компании. Они точно станут рекордными за последние года. 72 тысячи кубических метров снега убрано и вывезено из города в этом году, то есть всего за две с половиной недели. А метели все продолжаются. Работники муниципальных предприятий и управляющих компаний ведут уборку практически непрерывно. Зона ответственности домоуправления номер 19 — 70 многоквартирных жилых домов. Две единицы собственной техники и около 25 рабочих. Их смена может начаться с трех часов утра. Отталкиваемся от погоды. Снегопад может и ночью идти, и днем. Но стараемся к тому, чтобы человек, когда выходил на работу, примерно к шести утра, уже, по крайней мере, он мог ступить на тротуар, на очищенный или на придомовую дорогу. Уже потом ближе к обеду очищается уже полностью вся территория. Поэтому все зависит от времени. Если идет снегопад, начался днем, соответственно, после окончания снегопада выходим, можем вечером выйти. То есть люди готовы. Если своей техники мало, нанимают дополнительную. Однако одних стараний коммунальщиков недостаточно. Зачастую преграды в уборке чинят сами жители, точнее их авто. Двор третьего корпуса 54-го дома по проспекту 50-летие октября – приятное исключение. Здешние жители – пример для всех автовладельцев. К домкому прислушиваются, расчистки территории не мешают. Мы заранее вешаем объявления, а также ребята все свои, машины наши. И я стараюсь, если кого-то увидела, то обязательно на этот день сказать человеку, что будет уборка. И, пожалуйста, не ставьте на территорию свои транспортные средства. Все, они подчиняются, они рады, что им поможет трактор убрать все это. И поэтому у меня не возникает никогда с ними никаких нюансов. Как говорят работники дома управления, много зависит и от работы домкома, и от самих жителей. Ведь для комфортного проезда и прохода к автомобилям нужно немного помочь работникам управляющей компании. На время убрать авто в другое место. Большая ко всем, конечно, просьба откликаться на объявления управляющей компании, которая вывешивает по поводу уборки снега. И все-таки стараться убирать свои машины на время уборки. Так как это делано для самих же людей. Убирать снег нужно не только с дорог, но и с крыш. Чтобы во время оттепеля сугробы не превратились в сосульки, потрудиться приходится промышленным альпинистам. Их тоже нанимают со стороны, но средства на это не жалеют. Здоровье и жизни людей должны быть в безопасности. Валерия Никитина, Владимир Надькин. Народные новости.